Диуэлт, Германия, польские националисты провели марш в Освенциме. Филипп Фритц. Диуэлт, Германия. 28 января 2019 года. В воскресенье польские политики, в том числе премьер-министр Матеуш Моравецкий, Матеус Смрау и Ячки, отметили вместе с выжившими узниками на территории музея Освенцимберкинау 74-ю годовщину освобождения из немецкого лагеря о смерти. В то же самое время всего в нескольких метрах от территории музея происходили события, вызвавшие обеспокоенность части польского общества. Около 50 националистов собрались в Международный день памяти жертв Холокоста, чтобы выразить протест против неправильной с их точки зрения памяти. При этом они несли с собой польские флаги с надписями «Польский Холокост». На одном из плакатов были изображены известные ворота Освенцима на черно-красно-желтом флаге Германии с подписью внизу «Сделано в Германии», Освенцимберкинау возглавлял эту группу Петр Рыбак, Петр Рыбак – ранее судимый националист и откровенный антисемит. В 2015 году он прославился на всю Польшу тем, что жег на рыночной площади Врацлава чучело ортодоксального еврея. Теперь он в полный голос заявил о Освенциме «Мы – хозяева в этой стране». Это начало борьбы за все польское в Польше. И далее, еврейская нация и Израиль делают все, чтобы изменить историю польской нации. Затем Рыбак и его сторонники промаршировали с огромным бело-красным флагом на территорию бывшего немецкого лагеря о смерти. Кто-то из этой группы сказал, будто Израиль изобрел технологию 5G, технологию пятого поколения, примечание Перев, чтобы искоренить польскую нацию. Все происшедшее было задокументировано камерами мобильных телефонов, и видео распространились в соцсетях. Заместитель главы городского совета Варшавы, член оппозиционной гражданской коалиции, КАО, обратился в твиттере непосредственно к польскому министру внутренних дел Яхиму Брудзинскому. Ячим Брудзинский, что еще требуется, чтобы отреагировать? Как долго еще они останутся безнаказанными? Брудзинский ответил ему на это, реагировать на что? На то, что у некоторых не все в порядке с головой, и они во всем зле в мире и в своем разочаровании винят одну определенную нацию. Далее он написал, если вы теперь попытаетесь переложить ответственность за антисемитизм в головах этих сумасшедших, как я считаю, идиотов на это правительство, то это будет непорядочно и неумно. Это произошло также на фоне одного актуального исследования, в котором страны Восточной и Центральной Европы, в том числе и Польша, обвиняются в попытках дать иное толкование истории Холокоста. Например, в том, что они отрицают причастность Польши или Венгрии к преступлениям над евреями. Лишь в прошлом году с введением в Польше так называемого закона о Холокосте, собственно, закона ИПН, названного так по Институту национальной памяти, сильно омрачу польско-израильские отношения. Он предусматривал уголовную ответственность за утверждение причастности Польши к преступлениям Холокоста. Этот конфликт удалось разрешить лишь с помощью совместного заявления премьер-министров Матюши Моравецкого и Беньямина Нетаньяху, Бенямин Нетаньяху. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.